Разочарование года, хотя сезон для хоккейного Алтая еще не закончен, уже точно можно сказать словами из глобальной сети, это фиаско, братан. Сейчас ровно экватор чемпионата, клуб забуксовал на предпоследнем месте в таблице. Подъем с глубины все же возможен, правда лишь теоретически. Восьмую строчку могут разменять на седьмую, как вариант на шестую. Любая из них, конечно же, дает право сыграть в плей-офф, вот только в соперниках будет первая четверка лидеров. Наверняка будет фиаско под номером два. Не отступили и не сдались. Речь идет о футбольном «Динамо». В весенней части турнира команда Сергея Шишкина продолжит штурмовать пьедестал второй лиги зоны «Восток». Перед перерывом на зимнюю длинную паузу сини-белые остановились в шаге от первой позиции. При этом у «Динамовцев» в багаже на одну игру меньше, чем у лидера «Читы». Президент клуба Виктор Сигарев не против, если его подопечные выиграют пресламутую вторую лигу, а это уже 90% успеха. Олимпийские надежды 2018-й пройдет под знаком «Зимние Олимпиады». Правда, главные старты четырехлетия уже поспешили назвать самыми скандальными. Так, сборная России в полном составе не допущена до старта. Исключение функционеры сделают для чистых спортсменов. От Алтая на поездку в корейский Пхенчхан претендуют сразу три атлита. Это сноубордист Андрей Соболев, конькобежец Виктор Муштаков, лыжница Яна Кирпиченко. Развязка наступит уже в новом 2018-м. В возвращение года Сергей Шубенков в уходящем был просто неудержим. Допуск до международных стартов знаменитый «Барьерист» использовал в полной мере. В 2017-м Шубенков, говоря языком профессионалов, оформил хэт-трик. Серебро в Лондоне, победа в бриллиантовой лиге и золото мирового вызова в Загребе. Впереди он тандема Шубенков-Клевцов. Новые горизонты, новые победы. Главная цель Олимпиада в Токио в 2020-м. Пока же традиционное «Оле-оле, вперед, Алтайский край!» Кирилл Политов, информационный канал «Город».